Девушки отдыхают Это вам! Спасибо вам большое! Знаете, у нас в России любят такое рубилово, ну там мечи, чтобы кому-нибудь навалять. А-а-а! Россия! Спасибо, ребята! Перейдем от шумных поединков к героям тихим, скромным и скрытным. Награду за лучший стелс-экшен получили разработчики Хитмана. Он так и называется, без каких-либо приписок и подзаголовков. Новая часть выйдет уже в декабре. Знаменитый лысый убийца снова будет выполнять задания по контрактам, но его действия не окажутся безнаказанными. Смерть той или иной жертвы должна повлечь за собой ряд последствий в будущем. Как Хитмана потихоньку превращают в ролевую игру, узнаем совсем скоро. Спасибо большое нашим российским фанатам! Спасибо Навигатору! Для нас это многое значит! Мы очень рады! Вспомним о герое, который принципиально никого не убивает. Новые приключения Бэтмена получили заслуженную награду лучший шутер с видом от третьего лица. Правда, компьютерная версия на старте опозорилась из-за множества технических проблем, но хоть консоли не подкачали. Посмотрите, как радуется этот молодой человек. С одного безумного типа переключимся на другого. Вход на выставку украшает смертоносная ржавая корыта, машина безумного Макса. Авторы одноименной игры получили награду лучшей экшен-выставки. Здесь все как в новом фильме про война дорог и даже больше. Погони и перестрелки, рейды на поселения и огромная пустошь. Надеемся, мы увидим свинцовую ферму и легендарного безымянного гитариста, которому все ни почем. Навигатор, большое спасибо! Это многое для нас значит! На здоровье! Кому же досталась награда за лучшую спортивную игру? Мы понимаем, что на родине И3 рестлинг и американский футбол намного популярнее, но красный ромб перешел в руки авторов FIFA 16. И пусть не расслабляются, им ведь еще столько же выпускать. Перейдем к более глобальным номинациям. Награда «Лучший издатель выставки» досталась компании Ubisoft. Она продвигает в массы героев, ассасинов, плодит кроликов, учит людей танцевать и разбираться в тонкостях работы спецназа. Государство столько не делает, сколько один издатель за год. Большое спасибо! Спасибо, Навигатор! Наш список близится к концу, и чтобы разогнаться на финише, отдадим особую награду «Mirror's Edge Catalyst». Игра, в которой бег — это жизнь, а скорость — это выход из любой ситуации. Несмотря на столь простые правила, здесь есть сюжет, и над ним обещали как следует поработать. Большой и открытый город будет полон сюрпризов. Определенно, «Catalyst» — одна из самых любопытных игр выставки. Ну а самое красивое мы оставили напоследок. Лучший дизайн заслуженно получает Deus Ex Mankind Divided. Мрачное будущее, золотистый свет отражается в небоскребах, грязные улицы и совершенные механизмы, которые ведут человечество к упадку. В трейлерах всё это выглядит крайне заманчиво. Навигатор игрового мира, спасибо за награду «Лучший дизайн». Вот ребята обрадуются. Спасибо и российским фанатам за поддержку. А какое будущее ждёт нас с вами? Не берёмся предсказывать наверняка, но впереди как минимум интересные сюжеты и интервью, которые мы сняли на выставке. Не пропустите следующие выпуски «Навигатора». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова